Взаимодействие миров, материального и духовного, определяет задачи и возможности человека при переходе из мира в мир. 4. Человек, находящийся в материальном мире, не может и не должен забывать о временном ограничении пребывания на земле и о предназначении очередной командировки. Весь смысл его короткого визита есть проверка его способности к самостоятельному принятию решения в условиях, отличных от условий духовного мира. 5. Совершенствование своей личности в материальном мире, мы уже говорили, есть совершенствование души человека в духовном мире. Поэтому чем больше уделяет человек внимания развитию личности на земле, тем полнее чаша разума души его там, в духовном мире моем. 6. Правило простое. Чем больше отдашь, тем больше получишь. Применительно не только к хлебу на сущном узнании, но и к отношению между мирами. 7. Здесь все просто. Хочешь наполнить чашу разума там, выполняй мои заветы, выполняй мои законы, вечные здесь. 8. Краткость пребывания человека на земле заставляет принимать ответственные решения в условиях лимита времени, либо совершенствовать личность свою через божественное начало, религию мою, либо переходить на уровень скота и заниматься устройством личной жизни на земле. 9. Я уже говорил, здесь выбор за человеком, либо вверх со мной, либо вниз с лукавым. 10. Не понимают люди, что этот выбор надо сделать им самим, что есть для них право выбора, есть надежда на совершенствование личности человека, но продолжают существование получеловека, полускота. 11. Не хотят люди думать о другой, вечной жизни, о необходимости подготовки к ней сейчас, на земле. 12. Им так проще отгородиться от реалий, объясняя тем, что жизнь одна, и надо успеть взять от нее все, что сумеешь. 13. Вот и прут люди ва-банк, погоня за благами жизненными, за комфортом тела, и живут фактически ради тела, не знают конца своего и не хотят задумываться над этим. 14. Все силы направлены на достижение максимального комфорта существования тела в материальном мире. 15. Все ради тела, ради комфортных условий для него. 16. Что же ожидать от общества такого и от человека, опустившегося до животного интереса? 16. Ничего хорошего. 17. Человек изощряется и всегда находит объяснение своим поступкам. 17. Вся литература, все творческие силы брошены на объяснение тезиса сегодня, сейчас и побольше. 18. Должны успеть любой ценой. 19. Все теории бизнеса и управления направлены на то, чтобы более эффективно использовать время для получения максимальных доходов. 20. Для обеспечения большего комфорта условий пребывания своего на земле. 21. Вся наука и технология, все творческие силы, все ради лучших условий жизни в материальном мире. 21. Потому что награда за труд – социальный уровень, уровень благ для жизни своей. 22. Все ради короткого мгновения блаженства. 22. Это не цель жизни человека. 23. Человек не должен жить ради блаженства тела. 24. Жизнь действительно коротка. 24. Время, отпущенное человеку, слишком мало. 25. Оттого и надо использовать его с толком. 25. А толк один. 26. Пребывание здесь, на земле, есть увеличение, наполнение чаши разума души его в духовном мире. 26. Помните, вы здесь ради своей жизни, там. 26. Если это понять, тогда все становится ясным. 27. Что делать? 27. Как выполнять свое предназначение, данное мной, при переходе из духовного мира в материальный мир? 28. Вы скажете, дайте предназначение, обозначьте его, и мы будем выполнять предписание, и все тогда будет понятно для всех. 28. Но это уже было бы для человека примитивно просто. 29. Ведь главное задание – приближение ко мне, развитие человека до уровня подобия моего в духовном мире. 29. Проверка самостоятельности человека заключается в том, чтобы он сам смог найти свое предназначение и сделать правильный выбор целей жизни своей на земле. 29. Редко кому удается правильно сориентироваться в условиях материального мира. 30. Много, слишком много времени уходит на осознание задач своих. 31. Озарение приходит слишком поздно, когда уже исправить или доделать невозможно из-за отсутствия времени. 31. Вот чтобы этого не было, необходимо объяснить задачи религии моей, законы мои вечные в духовном мире, и постараться донести главный тезис. 31. Вы здесь на короткое время, ради наполнения чаши разума и совершенствования души своей в вечности. 32. Ваша вечная жизнь зависит от того, какая жизнь была здесь, в материальном мире. 33. Вот правило зеркала. Жизнь там, есть отражение жизни здесь. 34. Не прерывается цепь событий. Вас просто высветили лучом моим на мгновение, и вы увидели себя для того, чтобы успеть поправить то, чего не хватает. 35. Вас материализовали только на короткий период времени. 35. Вас вырвали из вечности показать вам, кто вы и что вы, и проверить вас на самостоятельность. 36. Надо понять, что нет отдельно материального мира и отдельно духовного мира. 37. Материализация задумана мною, как короткая вспышка для проверки души человека на земле. 38. Я вырываю вас из вечности и посылаю сдавать экзамен на зрелость, мудрость и самостоятельность. 39. Вы должны попробовать быть мною в материальном мире, властвуя над земной природой. 39. Я рассчитывал на блаженство души в мире ином для меня и вас, но получаю блаженство тела. 40. Удивительно, как быстро и как легко человек переходит в материальном мире в скотское состояние. 41. Кажется, прогресс идет, развивается человек и достиг высот технологий. 41. Действительно, впечатляющий уровень развития человека в 21 веке. 41. Но возникает вопрос, что этот технический прогресс имеет своей целью? 41. Что главное в прогрессе развития человечества? 42. Что движет им? 42. Почему все так неспокойно? 43. Почему продолжаются войны? 43. Да потому, что прогресс достигается ради условий жизни на земле. 44. Изначально неправильно поставленная цель ведет человечество вниз. 44. Первородный грех человечества управляет им. 45. И вместо того, чтобы снять этот грех, человечество усугубляет его, накапливает его и доводит развитие свое до критической точки. 45. Уровень греха, порока на земле, в материальном мире, так велик, что только вмешательство мое спасет человечество. 45. Порок и грех не могут бесконечно управлять прогрессом, прогрессом вниз. 46. Такой прогресс ведет к деградации общества, потому что старт прогресса связали не с развитием личности, а с падением ее в еще больший грех и порок. 48. Игрунский